Проект подготовлен по заказу Национального агентства по технологическому развитию при поддержке Министерства по инвестициям и развитию. Добрый вечер. Меня зовут Даниэр Батрубаев. Я рад приветствовать вас на старте единственной инновационной гонки страны. Напомню, что в полуфинал прошли 16 претендентов. 4 из них уже презентовали свои проекты. Нашим компетентным и справедливым экспертам, среди которых директор Союза машиностроителей Казахстана Тимурлан Алтаев. Заметитель председателя Национального научно-технологического холдинга «Парасад» Биржан Мадиев. Управляющий директор Акционерного общества «Астана Инновейшн» Аскар Арынгазин. А вот слева от меня представлен не менее компетентный состав независимых экспертов. Их голос также важен при вынесении вердикта конкурсантам. Ну а теперь я хочу представить наших главных героев, без которых не было бы этого шоу. Они очень умны, талантливы, всех их объединяет стремление к познанию нового и интересного. Все они хотят улучшить нашу жизнь, улучшить и обезопасить. Человек, который выйдет на эту сцену, предлагает производство качественного и безопасного пеностекла. Пеностекла с теплоизоляционной функцией. Встречайте! Сарсимбек Монтаев, город Уральск. Монтаев Сарсимбек Алиак Барулы. Западно-Казахстанская область. Автор проекта – теплоизоляционно-конструкционный материал пеностекло с волостонитовой структурой на основе стеклобоя. Новизна проекта заключается в применении уникального материала – пеностекла в целях снижения потерь тепла в зданиях и сооружениях. Ну, с любым продуктом, который там заходит, он, может, имеет аналоги, но при этом брыгированность начинает работать. И все априори начинают, если говорят, допустим, о каком-то продукте, то, соответственно, говорят о нем. Чтобы купить пеностекло, у него ассоциация должно быть с вашим брендом, с вашим логотиком. Опыт показывает значимость общения полуфиналистов с персональными бизнес-тренерами и финансовыми консультантами. Главная задача такого мастер-класса – укрепить и приумножить веру в себя и свои знания. И, конечно, научить начинающего игрока точно бить в цель. При этом в презентации в текущем виде нету никаких показателей как бы окупаемости. То есть делали вы такие расчеты, и мы бы рекомендовали вам, хоть в каком-то кратком виде, но дать информацию о том, когда проект начнет окупаться. Какие проблемы существуют у нас в Казахстане и вообще в целом мире? Это отсутствие на рынках класса лэнд, так называемых, сокращенных, это легких, экологичных, экономичных, негорючих, долговечных и технологичных материалов. Второе – это отсутствие технологий по переработке второчного сырья с готовым выходом на продукцию, выходом энергоэффективной продукции. Оно повышает энергоэффективность здания и сооружения, то есть теплоозрелирует здания и сооружения. Это изоляционный материал, это обшивка, это вместо кирпичей. Это выполняет две функции – теплоозрелирует здания, как в виде плиты, можно видеть вместо пенопласта и стекловолокна, который мы сейчас применяем. Еще можно выполняться как конструкционный материал, он как прочный, пористый, прочный, легкий. Из-за отсутствия таких материалов используем пенопласт, который очень горит, и оно, значит, грузинами, да, подвержено грузинами, значит. Выше едят, да. Значит, изучили так, значит, во всем мире, в разных странах уже запретили неогностойкий материал, допустим, использовать в школах, в больницах, в детских домах и так далее, вот таких вот правительственных домах. Поэтому этот материал сейчас очень востребован на основе стеклобоя, стеклобоя, мы можем выпустить, сейчас научились выпустить. То есть сырье, у вас сырье – это стекло? Да, одно – стеклобой. Еще мы, значит, используем стеклозаряжные отходы, которые огромный запас – это металлургический шлак, гранулино-металлургический шлак, который в Карагандинской области, более 20 миллионов там лежит. Вам повезло особенно, потому что, во-первых, прямым рейсом прямо из Алматы сюда, в столичную студию, прилетел певец. Но в отличие от всех певцов Казахстана, у него истинно техническое образование. Встречайте, Айкан Толеперген. Какой у тебя, Айкан Толеперген. Слушай, ну прям не ожидал. Скажи, пожалуйста, кто ты по образованию? По образованию два образования. Техническое одно, второе – экономическое. Вот так вот. Инженер-механик. Ещё раз аплодисменты. Проверяй, но проверяй. Поэтому на всякий случай одел каску, форму. Горит, не горит. Что у тебя за вид-то? Тонет, не тонет. В таком случае давай попробуем провести маленький эксперимент. Но перед этим, вот вы уверяете, да, что не тонет? Да, он в воде не тонет. Или в солёной воде не тонет? Нет, простой воде не тонет. Потому что средняя плотность для стекла 450-500 кг на метр куб. Давай вот это положите. Ну, давайте вот это. Апсмур. Джампкать мы с нас. Смело можете, да. Пожалуйста. Друзья мои, в воде не тонет. Всё, первый опыт проведён мы едем. Воду не питывает, главное, видите, в воду не питывает. Поэтому у него теплопроводные свойства постоянные. А вот, допустим, стекловолокно, который вместе его использует, оно впитывает воду и теплопроводные свойства сразу теряет. Потом он со временем даёт осадку, даёт, значит, швы, когда вот фасад, вот фасад. Теряет, как бы, да. И недолговечно. Да, да. Сейчас, ну-то, давайте проведём второй эксперимент. Ну что, попробуем? Давайте попробуем. Эксперимент в огне не горит. Да, не горит. Сейчас зажигалка сгорит. Действительно, никаких изменений. Давайте поаплодируем. Да. Я инновационной новизны в пеностекле не вижу. То, что мы сейчас дискутируем, что не тонет, любая вещь, которая делается из пенопласта, она не тонет. То есть это не открытие. И этот вопрос, я думаю, что здесь не стоит обсуждать. То, что не горит, это хорошо. Но я думаю, что это вот с помощью зажигалки, я думаю, что это тоже невозможно. При большой температуре, когда многие вещи, которые у нас на строителях, используются на строительных площадках, тоже есть сертификат, то, что не горит. Но у нас много в Астане примеров, когда весь материал, который сделан из пенопласта, из пеностекла, они у нас горят почему-то. Я сомневаюсь глубоко, что этот материал тоже что-то не горит. Если дать хорошую температуру, я думаю, что тут может загореться. Это же не пенопласта, это стекло. Поэтому я здесь новизны и открытия здесь не вижу. Обычный материал. Я так и не понял, почему стекло? Где стекло и какой процент стекла здесь находится? Если стекло, вы говорите, используете стеклобой, бой стекла. Бой стекла хорошо, но вы наберете столько боя стекла, чтобы из него потом построить хотя бы один дом. Если у вас тем более один килограмм стекла увеличивается только в три раза. В городе Уральске накопилось уже более 10 тысяч тонн этого стекла, который лежит на свалке. Раз мы хотим параллельно поставить один стекловарную печь для того, чтобы использовать и стекловой, и на основе стекла выпуски. Поэтому это мы предусмотрели, посчитали бизнес-план. И оно по сравнению с конкурентным материалом оказалось дешевле на 50 долларов за каждый кубометр. Если даже его сбор организуют, то его лучше в плавку сразу отправить и изготовлять продукцию. Уже стекольный завод у нас есть. Поэтому, на мой взгляд, вот здесь никаких. Вы больше теплоизационные, ну извините, есть базальтовые волокна, есть стекловолокна. То, что технология очень хорошо известная, но есть понятие экономического эффекта. Если сырье недорогое, надо производить здесь. Не надо завозить хорошее молоко издалека, надо производить его здесь. То есть, есть как бы проблема логистики, затрат на транспортировку. Я думаю, что... И плюс еще, конечно же, утилизация. Я думаю, что проект с экономической точки зрения интересен. А с точки зрения коэффициента теплопроводности, вот вопрос есть у меня. То есть, возможно, здесь какая-то инновация сидит. Мы добавляем в пеносекло для повышения прочности теплопроводности молотый металлургический гранульный шлаг, который при термообработке образует волосстанетный минерал. Волосстанетный минерал. Оно обеспечивает и теплопроводность, и прочность нажатия на изгиб. А волосстанетный минерал самый прочный минерал. Поэтому я вот здесь и на ухаву есть. Если вы знаете, что в советское время специализация Казахстана – это была переработка вторичного сырья. И если вы откроете любую дипломную работу 60-х, 70-х годов, то вот эта технология, она везде есть. Она никакого отношения к инновациям вообще не имеет. Это первое. Второе. Насчет того, что вы вот это измельчение в порошок. Вы знаете, насколько это энергоемкий процесс? Все изготовляют металлы, но металл, который стоит в машине «Мерседес», он гораздо дольше выдерживает воздействие агрессивной окружающей среды, нежели в других машинах. За счет чего? Тот же самый металл. Чего они достигли? Есть тонкости, в которых надо повнимательнее разобраться. Я думаю, что если вы сделали дополнительные включения в состав, который у вас газифицируется, и депозиционные свойства у вас выросли практически на 30% по отношению к конкурентам, то я думаю, это достижение. Достигли. Спасибо большое. Дополнительный компонент. За счет дополнительного компонента. Пора определиться с рынком сбыта, пора сходить в банк второго уровня и развивать нормальный бизнес. Может быть, эти 7,5 миллионов кому-то нужны больше. Спасибо большое. По нашей традиции, по традиции нашей программы, мы предоставляем вам ровно 30 секунд на то, чтобы произвести подсчет всех оценок и выставить свои баллы. Время пошло. Мы же держим руки вот так, нервничаем. Будет продаваться кирпичами? Кирпичами продаваться или как? Ничего. В виде кирпича можно? В виде кирпича. И может в виде плиты. На кисть, на кисть, на кисть, на кисть, на кисть, на кисть, на кисть. Ножа вам просто разболоть, да? Можно снизу, кол, кисть кисть. Жег, это... Время вышло. Буквально через мгновение мы узнаем, какие оценки получит Сарсенбек. Но прежде чем нам выставить оценки, я вам хочу сказать, что вы молодец. Знаете почему? Потому что с вашей области было очень много заявок, и вы выиграли. Вы стали первым среди всего Уральска. Во-вторых, потому что вы пришли сюда, зная, что будут такие вопросы. Я знаю, как вы готовились вчера. Я помню, все вы, так сказать, предчувствовали, наверное, эти вопросы, поэтому так настраивались хорошо. Сегодня презентация прошла великолепно, правда? Плюс вас поддержал самый знаменитый молодой строитель Казахстана. Тевец Айкен. Ну а теперь оценки. 22 балла. Тимурлан Искендирович, вы ставите 16 баллов. Жан, 17 баллов. Я хочу сказать, что у вас достаточно неплохой результат, и есть все шансы выйти в финал и в полуфинал, поэтому не расстраивайтесь. Проведи работу. Наши не сдаются. Главное участие. Главное участие. Спасибо большое. Спасибо тебе за поддержку. Спасибо. Он придумал двигатель, который будет работать без горючего, без аккумулятора, без топлива. Ну да. Какой волшебный мотор получается. Итак, встречаем. Серегбай Нургалиев с проектом «Самовращающийся двигатель. Город Казаларда». Нургалиев Сирегбай Касымбекович, Козелординская область. Автор проекта «Самовращающийся двигатель». Здравствуйте, Валейка. Предлагаю обсудить ваш бизнес-план в этом цеху. Я уверен, что все получится хорошо. Цена вопроса 7,5 миллионов. И мы должны выиграть. Идея автора заключается в создании двигателя, где находится камера, выдерживающая высокое давление. Инновационность проекта в использовании перехода одного вида энергии в другую, без принципа системы внутреннего сгорания, позволяющей работать любому агрегату, на который он установлен, без вреда для окружающей среды. Любой инноватор должен в первую очередь знать внешнюю среду, рассчитать свои ограниченные ресурсы. В принципе, мы с вами уже проработали, и вы знаете, что необходимо вам для того, чтобы победить в конкурсе. Как разработать бизнес-план, что отвечать людям. И в принципе, вы готовы. Вместе с тем, инноватор – это не только мечтатель, но и жесткий прагматик во всем, что касается практического воплощения его идей. Бизнес-тренер предлагает пошаговую инструкцию для презентации, благодаря которой инноватор сможет убедить экспертов конкурса в окупаемости своего проекта. Энергия будущего. У вас налицо вот это, тот самый, как его новшество, который сейчас, в поисках которого все находятся сейчас. Поэтому просто надо уметь должным образом это презентовать и донести. Позвольте открыть. Можно, можно открыть. Здесь вакуумная камера. На вакуумную камеранка. На жерде вакуумную камеру механически выращивали. Болу, валик-тайн-алдарат. Валик-тайн-алдарат. На валик-тайн-алдарат. Вакуумная камера. Мы ролик-тайн-алдарат. Скатым кетет. Онаген, бұл айналсын, біз неге пайдаламыз. Центральный, валик-тайн-алдарат. Бұл айналсын, механический вращение неге пайдаламыз. Механический вращение неге пайдаламыз. Кеген энергия, источия көзіне пайдаламыз. Бұл айналын. Генераторға жалғайсыз. Мысала генераторға жалғасаныз. Ток бердіптір, свет бердіптір. Күріғақ шөйділің қапарсаңыз, көзсәңіз. Астан сұлсарат, бұл айналсыз. Бұл айналсыз. Бұл айналсыз. Бұл айналсыз. Сұлсарат, светті жағат. Күс боса, абагреватлы осад. Бәріне болад. Онын кейін осына, мұнандай абьемді, дәл осына абьемді. үгерді Өдімді. Мағансыз, қарсағағағағағағағағағағағағағағағағырғағағағағыз. Бұл айналсыз. Өдімді бәргі үш көлігімді. үш 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 көлііңді үш 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 көліңді. Бұл айналсыз. Мне понять пока сложно. Я думаю, что вместе со мной и вместе с вами для нашей экспертной комиссии в этом попробует разобраться и наш звездный гость. С удовольствием приглашаю к нам известного певца и композитора Хайрата Баякенова. Встречаем. Хайрат, добро пожаловать. Насколько вы вообще хорошо разбираетесь в вечных двигателях? Точнее, не в вечных, а в самовращающихся. Я, ну, мне хватило разговора того, когда мы с ним общались, достаточно понять, о чем, как говорится, что волнует этого человека. Ну, замечательно. Тогда пойдемте смотреть и попробуйте теперь вы. Некое давление создается путем вращения и, ну, общее мое понятие, и не требует какой-либо внешней энергии, имея в виду какое-то сгорального топлива и так далее. Вот это самый большой плюс. Потому что я вот считаю, что в данный момент мы должны не просто ездить, а мы уже летать должны в наше время. Потому что мы немного отстаем. И когда все говорят и кричат о том, что везде нужны, ну, надо природу беречь и так далее. Вот это самое то, как говорится, я не знаю, насколько оно идеальное, но к этому надо стремиться. И тем более, я думаю, этот человек патриот, потому что он никуда не продал, не, как говорится, вложил. Кстати, хорошая идея, хорошая идея. Неужели к вам никогда никто не приходил с вашей гениальной разработкой и не говорил о том, что продайте? Продайте. Приходили. За сколько просили? Два миллиарда долларов. Два миллиарда долларов, и вы отказались? Вот я о чем хотел сказать. Позвольте спросить у вас, Харат, вот если бы вам сказали, вот вам два миллиарда долларов, не пойте больше никогда. Согласитесь? В моем случае это совсем другое. Загласились. Возможно, да. Вот это гипербола или степень преувеличения у нас существует, но когда к нам приходил министр, Асей Торентайевич Исикешев, да, и нам говорил о том, что мы должны принять закон об инновационной деятельности, что может быть из всех инноваций сработает полпроцента, но они принесут тот эффект, который даст огромный толчок экономике. И принесет огромные дивиденды. Поэтому модель вот эта состоялась, и человек мог ее реализовать, тем более человек практик, из производства, на мой взгляд, шанс ему дать, попробовать, посмотреть. Возможно, это даже фантазия. А возможно, это завтра принесет огромную прибыль нашей стране. Почему бы и не попробовать? Я считаю, что у него есть такой надежный элемент инновационного подхода. В наши молодые в наши годы мы пели песню «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор». Вот эта вот идея как раз таки вот под это здорово подходит. Я считаю, что действительно, наверняка, сейчас любой ученый, он в пух и прах может раскритиковать, но тем не менее, я считаю, что это действительно инновация. Я вот не знаю, как члены жюри, наши главные эксперты будут оценивать, но я бы оценил бы и дал бы, наверное, самую высокую оценку. Я не знаю, сколько там баллов? 25, да? Заслуживает, по-моему, 25 баллов. Да, да, да. Спасибо большое. Такое, как бы, предчувствие, поскольку нет научного метода, доказательства того, что он будет не просто самовращаться, но и довольно долго самовращаться, а тем более отдавать мощность. Поскольку это научным способом на уровне двух-трех строчек не показано, то возникают, как бы, сомнения в том, а получится ли, да? То есть автор, конечно, уверен, что у него получится. Ну, наверное, на интуиции, да? Скорее всего. Спасибо большое. Надеюсь на свою интуицию, механика, изобретателя. Но, как бы, мы сейчас, мы живем в 21 веке, да? Мы должны, наверное, как-то посчитать хотя бы на полстранички, откуда берется энергия, за счет чего, где она расходуется, на трении и так далее. То есть какие-то элементарные расчеты я бы порекомендовал автору предоставить, прежде чем выходить на грантодателям или инвесторам. Вы бы, допустим, смогли профинансировать этот проект, чтобы на всех своих предприятиях поставить генераторы и не платить за электричество уже никогда? Лично мне, если бы давали бы 2 миллиарда долларов, я бы такую тарелку продал, как бизнесмен. Но я просто восхищаюсь его решением, что он за 2 миллиарда не согласился продать эту вечную тарелку, которая будет двигаться и давать энергию. Энергию, которая будет вращаться. Насколько я знаю, любой вращающий двигатель требует определенной энергии. Насколько это уже доказано, это аксиома, которой уже нельзя спорить. То, что здесь, может быть, есть что-то такое интересное, что за счет вакуума, который мы не понимаем, за счет этого, может быть, действительно новаторская идея есть, которую он в глубине понимает, просто здесь не хватает денег для того, чтобы это осуществить. Я думаю, что этот проект можно поддержать и дальше разработать. Если человек не соглашается, значит, он в душе уверен, что это можно в перспективе создать. А если это создадут, я думаю, наш Казахстан будет на первом месте. Благодаря ему. Спасибо вам. Вы знаете, я только маленькое дополнение скажу о том, что я вообще по образованию физхимик. И термодинамика для меня основополагающая. Но тем не менее, вот правильно здесь абсолютно мои коллеги сказали, что инновация как раз и заключается в том, что это преодоление стереотипов. Давайте послушаем наших экспертов. Есть кому что добавить? Или же приступим к оценкам? Есть. Ну, идея, конечно, весьма интересная. Интересная в каком смысле? Что, как бы, автор не преследует целью создать вечный двигатель. Но, тем не менее, признаки вечного двигателя здесь есть. Потому что не доказано, что энергия, которая потребляется на валу, откуда-то приходит. Это не показано, да? Потом, конструктивно я как бы не берусь судить. Здесь конструктивно все ясно. То есть избыточное давление вращает через кулису грузик, который, когда опускается, естественно, ему нужно меньше энергии, а поднимается чуть больше, да? Поэтому, возможно, он закрутится. Ну что, настало время оценок. 30 секунд времени. Поехали. Не волнуйтесь. 25, 25. Дайте возможности. Время вышло. Эксперты готовы. Биржан Мухаммеджанович, начнем с вас. Ваша оценка. 12 баллов. Мурлан Искендирович, 10 баллов. Оскар Канатевич, 9 баллов. В любом случае, вы прекрасно выступили. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Ты четко защищал, прям вот кидался грудью на браспорт. Давайте им поаплодируем. Молодцы. Спасибо. Друзья, инноваторы, торжествовать еще рано, поскольку впереди еще 10 проектов, а далее финальный ринг, на котором столкнутся лишь 5 лучших из лучших. И только один из них станет обладателем главного приза. Со следующей двойкой участников мы познакомимся в следующем выпуске. До встречи в эфире агентства Хабар. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok